Приветствую вас. Ну, смотрите, Ирина, что вас удерживает в отношениях с мужчиной? Что вас удерживает в отношениях с мужчиной? Это некоторые определенные ваши противоречия и проблемы, которые, как я понимаю из вашего рассказа, были у вас на тот момент. Вот. Потому что то, что проблемы были и, вероятно, остаются, это факт. Например, проблемы с самооценкой, вот, с уверенностью в себе. Потому что вы, я бы сказал, достаточно робко выражаете свои чувства, да? Ну, да, достаточно робко вы это делаете. Делали, точнее, достаточно робко. По моим ощущениям. А вот, и я полагаю, что именно, именно вот те вещи мотивировали вас находиться с этим мужчиной в отношениях. Вот. То есть, какие-то, вот, ну, внутренние противоречия. А, ваши. Но, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, по крайней мере. Так, да, по идее, работают. Вот. Это то, что непосредственно вас удерживало в отношениях. Вот. То есть, ну, понятно, что нужно смотреть, да, нужно смотреть, какие у вас противоречия были и есть. Вот. Осталось ли что-то из этого у вас сейчас, на данный момент. Ну, я так думаю, честно говоря, я так думаю, что осталось, вот, что-то из того, что тогда вам было для вас актуально. Вот, например, потребность, потребность быть с кем-то, например, потребность любить, потому что, как мы видим, не сами, а развели вы только после того, как, ну, встретили своего мужа. Сами по себе вы не развели, что говорит о возможной проблеме с недостаток. Ну, а своего мужа вы как-то, это было неприятно вам слышать, но своего мужа вы воспринимали и воспринимаете до сих пор, вероятно, как некое средство для, вот, сохранения, ну, определенного своего статуса. Это кво по отношению к реальному миру. Я знаю, что вам это, скорее всего, неприятно слышать. Я знаю, но я знаю, что вы со мной, скорее всего, не согласитесь. Вот, я ни в коем случае не настаиваю, да, то есть я не хочу настаивать. Я говорю о том, как это выглядит. Вот. То есть вы в полном мире не прожили то, что произошло между вами и вашим вот мужчиной первым. В полном мире вы это не прожили, страдали, вот, потом встретили другого мужчину и перекинулись на него. Ну вот. А сейчас, по сути, ваш мужчина, ваш муж вам, ну, не так уж и сильно важен. Да, то есть у вас, думаю, есть чувства, но вопрос там, какие? Какие это чувства. Вот. Ну и совершенно очевидно, на мой взгляд, что проблемы здесь решаются через проработку конфликтов, больших внутренних личностных проблем, вот, и дальше проживание вот тех, ну, проживание тех моментов, да, вот. которые остались незавершенными в связи с вашим мужчиной, то есть именно помощи вам в завершении отношений в каком-то, может быть, проживание их, вот, этих самых моментов, вот, ну, так это, по крайней мере, выглядит с точки зрения психотерапии. Забыть, именно, именно забыть, именно забыть прошлое нельзя, именно забыть прошлое невозможно, но можно его, изменить свое отношение к нему, вот, и изменить свое отношение к прошлым, ну, в принципе, более чем реально интегрировать это самое прошлое, в ваш опыт, вот, ну, для этого нужно ваше желание, вот, и ваше желание работать над собой, в том числе. Такая, такая вот история. Кроме того, нужно сказать, что очевидно, в какой-то степени вас травмировало поведение мужчины, первое, вы совершенно очевидно, ну, негативно, крайне негативно воспринимали, воспринимали или восприняли его действия по отношению к вам, вот. Ваше представление о себе, они менялись, они, скорее всего, неустойчивы, были, да и есть. Вот. И, соответственно, это тоже то, что требуется корректировать. Корректировать. Ну, помочь, помочь вам скорректировать это все. Вот. Потому что без этого вряд ли вы сможете как-то адекватно выстраивать отношения со своим мужем и создавать семью. Ну, то есть, дальше поддерживать семью. Вот. Обратите внимание, обратите внимание на то, что вы пишете о том, что, значит, два года вы замужем, но ему с мужем вместе шесть лет. Вот. То есть, ну, за счетом вашей истории любви можно сказать, вот, что ваш ориентир, а, именно такой вот жизненный ориентир. ориентир. Он больше на мужчин, на семью, возможно, но не на себя, не на свою карьеру, потому что не на свое развитие. Это отсутствует в вашем рассказе, в вашей истории. И, на мой взгляд, это тоже довольно такая показательная вещь. Вот. На мой взгляд, это довольно показательный момент. Вот. И, соответственно, возможно, вам нужно как-то вот больше идти в сторону собственного развития, а не того, что вы пытаетесь, к примеру, ну, к примеру, компенсировать за счет, вот, мужчину своего, ну, того, которого вы не можете забыть. Конечно, ничего хорошего для вас не означает, то, что вы испытываете чувства к человеку, с которым уже давно не вместе. Вот. Это, на самом деле, означает только то, что к своему мужу вы относитесь не совсем аутентично, я бы сказал. Вот. Это означает, что, ну, вы, возможно, возможно, вы его не любите. Вот. То есть, тут есть, конечно, на чем подумать, на мой взгляд, есть тут от чего насторожиться. Вот. Ну, все, все решаемо. Вот. Было бы ваше желание. И помочь вам можно. Давайте сейчас пройдемся по вашим вопросам немножко. Так. Как отпустить прошлое? Ну, сказал. Пусть мы не могу забыть бывшего. Сказал. Не могу понять, оставить себя не думать тоже не могу. Да. Вот. По поводу невозможности, оставить себя не думать. Это уже больше про механизм навязчивости. То есть, больше идет, ну, больше вы говорите здесь про навязчивость. То есть, это больше вот именно навязчивых какие-то мысли, навязчивые какие-то идеи. Вот. И с этим связана, ну, в некоторой степени, ваша потребностная сфера. На мой взгляд. Вот. То есть, ну, попытка вот реализовать что-то в своей потребностной сфере. Вот. Ничего плохого в этом нет. В том, что вы, ну, пытаетесь это сделать. Но, конечно, делать это нужно, скажем так, несколько более, ну, более, может быть, корректно. Более щадящим по отношению к себе, да. То есть, ну, менее, 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 деструктивным путем. Это, ну, нужно делать. А вы это делаете все-таки достаточно, достаточно деструктивным, к сожалению. Вот. В данной версии мысли не стоят определенные потребности. Либо страх. Вот. Ну, если страх, то страх чего? Я могу предположить, что страх одиночества, конечно. Но это не точно. Давайте на этом закончим. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...